Анания и Сапфира Деяния святых апостолов, 5 глава, с 1 по 11 стих. Некоторый же муж именем Анания, женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это, согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Размышления, часть первая. Никто не узнает. Деяние святых апостолов, пятая глава, с первого по шестой стих. В этом отрывке мы видим нечто противоположное щедрости, характерной для ранней церкви. Здесь показана пара, пытающаяся сознательно обмануть церковь. Они хотят прославиться как щедрые даятели, не будучи таковыми, и ради этого идут на ложь. Вместо того, чтобы пожертвовать, как обещали, все, часть они оставляют себе и выдают остальное за полную сумму. Но Духа Святого не обманешь. Если вас посещает мысль, никто не узнает. Помните, Бог знает. Так или иначе, но вы обнаружите, что Он всегда знал обо всем. Петр Духом Святым распознает обман, и Бог совершает справедливый суд. Церковь не строится на обмане. Бог знает наши сердца. Будьте чисты и непорочны. Что обещанное пред Богом вы не исполнили до конца, а дать Ему свое сердце, свои деньги, свое время, что бы это ни было, до конца исполните обещанное Богу, и придет благословение. Размышления. Часть 2. Наказание. Деяния святых апостолов. 5 глава. 7 по 11 стих. После смерти мужа Сапфира получила возможность очиститься от своего греха. Из стихов 1-2 мы уже знаем, что она договорилась с мужем обмануть церковь. Ее постигает та же участь. Она, испуская Дух, упав замертво. Может показаться, что смерть на месте – слишком суровое наказание. Но ее грех – это дерзкая попытка солгать самому Богу. Такая бесцеремонная наглость и неправильное отношение к достоянию церкви не могут остаться безнаказанными. Отрывок говорит, что страх объял всех слышавших это. Люди должны знать, что Бог не оставляет такое безнаказанным. На сей раз суд не заставил себя долго ждать. Всякое прегрешение против церкви будет рано или поздно обязательно наказано по справедливости. Церковные деньги принадлежат не нам, а Богу. Поэтому мы должны использовать их честно и мудро. Будем молиться за имущество нашей церкви. Пусть каждая копейка послужит к Божьей славе. Молитва. Дорогой Господь, пожалуйста, сохрани мое сердце от сребролюбия и желания прославиться перед людьми. Дай мне чистое сердце и щедрый дух. Пожалуйста, помоги сохранить чистоту и безупречность в Твоих глазах. Не введи меня в искушение, но избавь меня от лукавого. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok